Начинаем с главной темы этого дня. Прямая линия с президентом продолжалась почти 4 часа. За это время глава государства ответил на 73 вопроса, которые мы задавали как непосредственно в студии, оборудованной в гостином дворе, так и из разных регионов России. Всего же в колл-центры поступило 2 миллиона 600 тысяч обращений, в том числе и из Самарской области. Геополитика, экономика, сельское хозяйство, спорт, ЖКХ, дороги. Несмотря на то, что во время прошлой прямой линии вы, Владимир Владимирович, распорядились разобраться с плачевным состоянием дорог во многих регионах, вопросов об этой беде меньше не стало. Нам пришли сотни ММС-сообщений, наглядно демонстрирующих отвратительное состояние дорог. Просто бесконечная грязь и гигантские ямы в Самарской области. А в дагестанском селе Маджолис, несмотря на то, что есть асфальтовый завод, при этом, как пишут местные жители, асфальтированных дорог практически нет. Связано это в том числе с недостатком ресурсов на эти цели. Я сейчас не буду вдаваться в детали. Мы когда-то говорили и сделали это, повысили акцизы с целью улучшить ситуацию с финансированием дорожного строительства. Часть этих средств поступает на федеральный уровень, а часть в региональный. Мы недавно только, не так давно, хотя, уверяю вас, регулярно к этой теме возвращаемся. Беседовал я с министром финансов. Как обычно, министерство финансов очень бережно относится к федеральной части. Но нам придется принять какие-то решения, связанные с увеличением финансирования, с увеличением финансирования дорог на региональном и муниципальном уровне. Впрочем, сейчас дорожные вопросы, которым не один десяток лет, решают. Так, в нашем регионе это один из приоритетных для региональной власти и лично губернатора вопросов. Только в этом году на строительство, реконструкцию и ремонт всех областных автодорог из федерального и регионального бюджета направлена рекордная сумма – 27 миллиардов рублей. В Самаре финансирование дорожных работ – 14 миллиардов. Это в 30 раз больше, чем в 2012. Это позволит провести в порядок или построить заново более 50 дорог. Не менее интенсивно ведутся дорожные работы в Тольятти. Город ежегодно получает по миллиарду рублей на ремонт внутригородских магистралей. А в этом году при поддержке федерального центра сумма будет увеличена до 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Всего за последние пять лет на дороге области из бюджетов всех уровней выделено около 100 миллиардов. Наверное, и жители Самары, и Самарской области, и гости, которые приезжают сюда, увидели колоссальный объем транспортного строительства. Это касается не только дорог, это и аэропорт, и другие объекты инфраструктуры. И, конечно же, без воли губернатора и без взаимодействия на уровне субъекта федерации такие федеральные стройки были бы в такие стройки невозможны. Тема, которая касается всех, и частные случаи, почти 4 часа, десятки вопросов и более 2,5 миллионов обращений через колл-центр, в том числе из Самарской области. Странный вопрос. Губернатор Меркушкин лишает федеральных ветеранов каких-то пособий. Я даже не понимаю, о чем речь. Как это губернатор, любой, не только Николай Меркушкин, но и другие, могут прекратить выплаты федеральным льготникам. Вот это мне непонятно. Речь идет, по всей видимости, о новом порядке соцподдержки. Стоит отметить, что статус ветерана труда Российской Федерации устанавливается федеральными законами. При этом финансовое обеспечение лежит на регионе и регулируется законами субъекта. В конце 2015-го право устанавливать критерии нуждаемости при решении вопросов соцподдержки отдельных категорий граждан было предоставлено регионом. Вот что сообщил руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Илья Владимирович Чернышев. В 2017 году с учетом возможности бюджета Самарской области принято решение о введении критериев нуждаемости при предоставлении мер соцподдержки для отдельных категорий, в том числе для ветеранов труда. Хочу подчеркнуть, что выплаты сохранились для тех ветеранов труда, чья пенсия не превышает 19,5 тысяч рублей. Это 2,5 величины прожиточного минимума пенсионера. Принятый у нас уровень – один из самых высоких в стране. В некоторых регионах эта планка находится на уровне единицы. В этом как раз и заключается принцип адресности – помогать тем, кто в этом нуждается, острее всего. Это решение позволило перераспределить средства и дополнительно помочь людям, оказавшимся за чертой бедности или в трудной жизненной ситуации, а среди них многодетные, опекунские, приемные семьи, сироты, люди с доходом ниже прожиточного минимума. Размер социального пособия малоимущим увеличен почти в 3,5 раза. Проиндексирована выплата приемным и опекаемым детям и замещающим родителям – опекунам. До 50% увеличен размер компенсации за коммунальные услуги многодетным. Выпускники-сироты, которые воспитываются в замещающих семьях, теперь получают новую единовременную выплату. Также руководитель департамента информационной политики подчеркнул, что ранее, еще три года назад, по инициативе главы региона было принято принципиальное решение по оптимизации бюджетных затрат – сократить расходы на содержание органов власти на 2 миллиарда рублей. А в конце прошлого года губернатор поставил задачу уменьшить эти затраты еще на 2 миллиарда 800 миллионов. С 2017 года на 10% сократилась зарплата региональных госслужащих, включая и самого губернатора. На 15% снижены расходы на содержание госучреждений. Часть из них ликвидирована. Сокращается правительственный автопарк. Вся экономия также направлена на решение социально-экономических задач, в том числе на оказание помощи наиболее нуждающимся жителям области. Тема, которую прокомментировал глава государства в целом, касается большинства регионов России. Развитие сельского хозяйства Самарской области здесь, кстати, тоже есть чем похвастаться. В прошлом году собрали рекордный урожай зерна. Подготовка к чемпионату мира по футболу и подготовка игроков. Президент подчеркнул, ставку нужно делать на своих, а не легионеров. В нашем регионе это поняли давно. В Тольятти работает Академия Коноплева, где воспитывают будущих футболистов.